Всем привет! Меня зовут Екатерина и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео будет разговорным, не будут никаких влогов или макияжей. Просто хочу рассказать сегодня о важном, откровенном поговорить, рассказать, поделиться и так далее. Так что оставайтесь на моем канале. Сегодня я буду затрагивать вопрос о том, почему я перестала появляться, практически перестала появляться в Instagram и в YouTube. Вот. Я что-то скрываю? Возможно, я что-то скрываю. Но сейчас я раскрою все карты, так что не переживайте. Многие заметили, те, кто следят за мной в Instagram, что со мной что-то не так, какие-то со мной изменения внешние, внутренние. Вот это все они заметили. И некоторые мне даже написали и попали сразу в точку. Какое-то время я редко снимала сториз, потому что я работала. И у меня было время снимать сториз либо утром, либо вечером. Вечером я чаще всего уставала и могла не записывать никакие сториз. И как бы вообще, в принципе, со сторизами у меня проблема. Но это ладно. Посты раньше выходили очень часто, сейчас редко, реже. Но я стараюсь, чтобы вы мне не забывали. Но многие люди все равно отписываются, потому что думают, что я, наверное, уже все. Как бы все. Раньше я занималась прям сильно, тщательно. Горелось тем, чтобы развить свой Instagram или YouTube канал. Но какие-то жизненные моменты, они, конечно же, все это дело затормозили. Первое, что я хотела вам рассказать, то, что у меня такое счастье. Мы с мужем ждем ребенка. Я, да, беременна. Уже очень много времени. Это, кстати, оповещение о том, что пора спать. Я записываю видео вечером, поэтому вы это услышали. Телефон рядом. Так вот. Да, я беременна. И уже очень много времени. Некоторые заметили. Там человек, может быть, 10 из моего Instagram, что, да, действительно, со мной что-то не так. По крайней мере, раньше это было не так сильно заметно. Но они как-то это заметили. Вот сейчас это заметно еще больше. Потому что срок уже почти 7 месяцев. Вот у меня вот тут большой животик. И что я стала шире. Очень такая широкая женщина. Это не прям такая причина того, что я перестала что-то делать в Instagram. Хотя мне это вот прям хотелось людям рассказывать, показывать. Просто был такой период. Для меня это как впервые, по сути. Вот эта беременность, она сопровождалась токсикозом. Ну, вы понимаете, да, вот это все. Беременные штучки и так далее. И как бы я не хотела ничего делать абсолютно. Потому что, ну, мне было тупо плохо. И рассказывать о том, что я в положении, было как-то для меня не самым первоначальным делом, которое я должна как бы сделать в своей жизни. Вот. И сейчас у меня немножко голос начал дрожать. Потому что, как бы, я с такими не делилась. Как бы, я вообще не люблю делиться какими-то своими такими тайнами. Или это, ну, беременность не назовешь тайной. Как бы, тут все и так видно. Как бы, все. Вот. Но просто, как бы, не хотелось всем ходить и рассказывать. Типа, о, я беременна, я беременна. И немножко волнуюсь, говоря, рассказывая, записывая вот это видео. Рассказывая вам, делясь с этим с вами. С вами. Простите. Сейчас я успокуюсь. Сейчас я, конечно, накрасилась. Блин, мне сейчас так тяжело краситься. Хотя, уф, это вообще просто. Ну, неважно. Сейчас я накрасила, все подготовила, все хотела сделать по красоте. Чтобы видео было более такое атмосферным. Чтобы вам было приятно слушать. Я надеюсь, вам будет приятно слушать. Поставила свет. Как всегда, вот, свечи. Какое-то время я снимала влоги, потому что я вот это все, мне было очень тяжело поставить. Я не могла себя заставить, наверное, вот дело в этом. Сейчас я это сделала, потому что я немножко такая... Мне стало легче чисто с организмом. Стало лучше себя чувствовать. И появились какие-то идеи, какое-то вдохновение. Жизнь начала, как будто кипеть, и вот именно сейчас, когда у меня живот уже вот такой. Я не знаю, он мне мешает каждый день спать. Это вообще просто отдельная история. Вот, заварила себе какао. Кофе мне нельзя пить, но врач сказал, что одну кружку кофе можно. И я пила кружку 3 в 1 где-то, может быть, 2 раза в неделю или раз в неделю. Но сейчас решила перейти, скорее всего, на какао попробовать последние месяцы, чтобы ребенок там не шебуршал, не кувыркался и вообще, ну и так далее, не двигался. Ну, типа, сильно активный, не был гиперактивным, потому что гиперактивный ребенок это тоже плохо. Так вот. Короче, кофе очень плохо как-то влияет на организм и сердечно-сосудистую систему, и на сосуды. Как-то так. Ох, я наконец-то поделилась. Уже 6 минут прошло, и я это так быстро рассказала. Конечно, для меня это очень важное, так сказать, событие. Конечно, первые дни, первые месяцы это было так странно. Я была рада, но немножко было такое мини-депрессивное состояние. Я очень часто плакала, всегда были какие-то триггеры вокруг меня. Сейчас я как будто бы оживилась, возродилась. Все вот эти триггеры, которые даже сейчас происходят, внешние факторы, которые влияют на мое эмоциональное состояние. Извините за мой плохой русский, потому что я в последнее время уже забыла, как общаться с людьми, вообще как разговаривать. Ну так вот, абстрагировалась от всего этого, и меньше стала переживать, и у меня появилось такое вдохновение что-то делать. Вот. Еще хочу кое-что вам рассказать. Я надеюсь, это вам будет интересно. Я хочу запустить свой маленький бизнес, который, я думаю, будет для меня просто спасением в декрете. Я смогу это делать дома, я смогу на этом зарабатывать, я смогу радоваться этому, создавать дома какой-то уют. И это дело называется свечеварение. Я рассказывала об этом в инстаграм, правда так мимолетно, я не говорила, что прямо буду заниматься этим. Просто хотела попробовать сделать свечу, и вот я сделала вот такую одну свечу. Сейчас вам покажу. Конечно, это первая свеча, моя самодельная такая. Я не знаю, ее можно, если честно, переделать уже, я уже хочу переделать, потому что я лично хотела попробовать, как весь этот процесс происходит. Так вот, это вот такая свеча. Получилась, короче, это смесь разных цветов воска, парафина, и получился такой пыльно-розовый цвет. Кстати, пахнет он немножко бризом и грейпфрутом, потому что я туда добавила арома масла грейпфрута, и здесь еще был воск с ароматом свежести моря, я не знаю, как-то так. Вот. Внутри что-то не очень получилось, потому что это парафин, скорее всего, ему нужно будет доливать, но у меня не было дополнительного материала, поэтому вот так она просела. Фитиль у меня самодельный, конечно, не супер качественный, он был сделан из джута, джут, по-моему, называется, да. Вот эта бечевка, которую еще упаковывают, подарочки такие, веревочка скрученная. Я ее обмочила в воске, как там сказано было, но этого не хватило, потому что она немножко коптит. Вот. Сейчас я все для этого заказала. Мне муж выделил какой-то бюджет для того, чтобы я смогла реализовать свои действия, свой бизнес и так далее. Очень благодарна ему, спасибо. Очень прям благодарна, потому что мы с ним сначала это все обсуждали, он говорил, ну да, можно заниматься, и потом в конце, когда я сделала эту свечу, он такой удивился и говорит, это прям просто что-то вот. Но он был очень рад за меня. А здесь это свечи, конечно, покупные, но я тоже люблю вот эту свечу из Дейсо. Блин, смотрите, сколько осталось. Половина. Я ее уже почти всю использовала. У меня есть одна еще свеча, которую я показывала. Я надеюсь, не задела в микрофуд. Это Янки Кендл. Если честно, мне что-то они не очень нравятся, потому что тут фитиль слишком быстро загорается, и очень слишком много воска остается. Хотя пахнет она приятно. То есть прям запашок сильный. Хочу начать делать из соевого воска. Я уже закупила весь материал. Соевый воск, он, как говорят все, он очень полезен, растительного происхождения. Также я буду использовать деревянные фитили, которые также растительного происхождения, естественно, из дерева. И я надеюсь, у меня все получится. Даже если не получится, я буду стараться делать так, чтобы получилось. И буду делать качественные, красивые, по моему вкусу, свечи. И я обязательно вам покажу. Еще одна такая большая и радостная новость. У меня муж получил хорошую визу. Кто живет в Корее или кто приехал в Корею, они знают, что есть определенные визы. И у них тоже есть определенный статус. То есть для каждой визы есть свои привилегии. У него раньше была виза H2. Это виза рабочая. И он с ней проходил где-то, может быть, лет 6. И каждые 2 года или 3 года нужно было ее менять. И она не имела каких-то супер классных привилегий. У меня виза другая. Виза F4. Ну и как этнической кореянки. Виза, которая имеет очень хорошие привилегии, в принципе. И у моего мужа появилась возможность получить эту визу. И он получил. Мы очень сильно переживали, потому что там не хватало какого-то документа. В первый раз, когда документы подавали именно на эту визу, там чего-то не хватило. И нужно было снова запросить какие-то там документы, их переводить. А этих документов как бы не было. Их нужно было еще найти. Фух, надо отдышаться, а то я слишком много разговариваю. Когда я слишком много разговариваю, у меня не хватает воздуха. В случае документов, которых не хватало, их, конечно же, они нашлись. Нашла эти документы его мама, что ей, конечно, отдельное спасибо, потому что она так боролась за эти документы. Она их искала. Где-то вот пыталась тут поговорить с людьми, там поговорить с людьми, где можно найти этот документ. Потому что, скорее всего, он мог быть утерян. И если он утерян, то нет возможности получить эту визу. И все-таки в итоге нашлось все. И как бы очень классно. И вот на этом видео закончилось. Заканчивается. Еще не закончилось, но заканчивается. Я хочу сказать вам всем спасибо за то, что просмотрели это видео, послушали. Мне очень приятно было поделиться с вами. Я очень сильно хотела поделиться с вами, с теми, с тем небольшим количеством, конечно, подписчиков. Мне очень приятно, что вы смотрите меня, ставите лайки, комментируете. Спасибо вам за это большое. Так вот, я поделилась с вами важными, своими новостями в жизни, которые у меня произошли. И что-то я хотела сказать и забыла. Еще раз хочу вам сказать, что на своем канале я рассказываю, показываю Корею, покупочки, которые я совершаю. Тестирую какие-то средства. Там, не знаю, для ухода за кожей, вообще средства для ухода за домом, для чистки дома. Короче, различные покупочки, делаю обзорчики, делаю макияжики. Так что подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Спасибо, всем пока.